всем привет мы сегодня на северке с удочками серёга уже закидывает вовсю ловит уже уже наловил даже ну вот сегодня порыбачим немножко про рыбалочку на спинник на сапе рассказываю про сразу хочу сказать что мы не это не рыболовы мы рыбаки ловим свое удовольствие точнее серёга то ловит у него большая кошачья семья его без лова не пустят домой вот а я а я ради это ради процесса ловли потому что на сапе это отдельное удовольствие ловить на спиннинг потому что стоишь высоко где стоит рыба очень четкие забросы получаются вот серёга ловит с коленок потому что так рыба не так далеко видит потому что у тебя меньше про это проекции вот и у него получается он по количеству больше ловит меня я всегда ловлю стоя не нравится стоя ловить потому что вот именно вот видишь где рыбка стоит где какие коряшки где какие кустики вот у меня получается я ловлю поменьше но именно по результативности по крупности рыбы у меня получается побольше что у меня такие эти были перспективные места закидываю их вижу оба я вот только закончил снимать и серёга тут поймал кто есть подъездочек хороший хорошо так взял прям резко да не взгляд съездил мы обязательно перед спуском проверяем удочки закидываем вот еще доски не запустили клюет берет от берега да и кстати для новичков кто на сапе первый раз будет кататься лучше покидать спиннинг с берега учиться покидать причем разные техники лучше всего кидать таким подмахом сбоку вот не не сверху как кидают обычно с берега или еще как-то вот а таким подмахом чуть сбоку и обязательно нужно потренироваться я тут выяснил что оказывается у некоторых рыбаков причем опытных которые кидают спиннинг достаточно часто они бросок когда делают бросок на спиннинге они делают шаг такой вот такой прям чтобы был такой размашистый и вот этот вот шаг на сапе означает падение в воду надо покидать спиннинг и научиться кидать таким образом чтобы без без вот этого шага сиропки не вот этим боковым броском как вот под подпустики закидывать вот вот таким не сверху закидываем а именно таким холестом да да а то если кинуть сверху то вот за эти вот ветки и за это все она будет зацепляться и нужно вот научиться именно таким боковым кидать рвачить мы любим больше всего вот на таких реках завальчиками закоряженных потому что здесь рыба стоит здесь никто кроме нас кроме шаперов не может пройти потому что вот такие завалы для нас вообще не проблема на лодочке байдар очки тут уже будет посложнее через такой завальчик может тоже перейти спокойно лишь освали вот этот пенек толстый вот это да но только смущает так неспешно тебя несет течение выбираешь самые перспективные места на свой взгляд делаешь аккуратненькие забросики просто движением кисти под веточки коряшки бывают и зацепки на ну чем удобен сап можно подъехать или практически любой зацеп хоть верховой на ветках хоть подводный попытаться отцепить как правило все это получается с приманками мы расстаемся очень редко и вот хорошая поклевка куда-то под корягу зовет была поклевка лиза давай кто ты там забился корягу куда-то все не вылезает хочу делать дальше я не знаю попробую ослабить может быть выйдет лёха у меня кто-то здоровый клюнул и все и глушняк меня кто-то здоровый клюнул и куда-то под ветки затащил и все не знаю что делать ну короче слава богу рыбы этот монстр благополучно сошел вот и достал я близну блесну из веток там на дне лежали ветки то есть рыба зашла в ветки там отцепилась зато блесна целая правда у меня есть хороший запас этих блесен но монстряга была не знаю вот для такой снасти килограмм полтора-два наверно это очень большая рыба очень мощная ну ладно хоть адреналин хапнул еще очень круто что во время рыбалки можно полазить только таким классным местам проще сачком там вот увидел под кустиками не хотят брать идут за блесной щучка краса . вот она красавица так не всегда с собой медицинский зажимчик чтобы извлечь все-таки укусила так 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 спокойно милая сейчас мы тебе перечку сделаем вот до тебя пихать то у меня правда есть специальные такие куда сажать сейчас пока сюда запихну потом пересаживаю лёш как больно щука щука очень больно кусается и все это потом очень долго заживает ну сам виноват ничего было впасть пальцы совать вот есть у меня вот такой вот кукан на веревочке веревочка с карабинчиком чтобы за доску зацеплю за кольцо например все и сейчас сюда пересажу свою добычу ну вот еще и отпускаю пусть гуляет ну так вот на веревочке на поводочки нам максимально долго будет свежий и живой опять же чем прелесть рыбалки сапа можно так закидывать под кусты тебя вот слегка и течение сам так волочет и ты подкидываешь под веточки под кустики причем кстати один из приемов как не зацепиться если закинув кусты надо дать близне успокоиться и резким рывком выдернуть ее из веток ну половине случаев она вылетает по той же траектории по которой влетела утки вертикально взлетают коряжки вижу коряжки коряжка всегда хищник стоит всегда всегда даже сон вот засадил в кусты вот видно леска блестит вот резким движением вот она ну получил заврос с другой стороны использую проводку может быть кто-то и клюнет окунек разбойник полосатый котятам на корм котят уже самостоятельно едят лёша предпочитает стоячий образ рыбалки я такой на коленках он же объяснял почему да и лёша весло держит все время но не устоит опирается на туловище но он так привык ему так удобно мне весло в таком случае мешается у меня слою лежит все время на доске и обязательно между коленок я вот так его ногами как бы прижимаю то есть я весло все равно всегда контролирую потому что если положите вот просто так вот она рядом будет лежать вы можете не заметить как в любой момент сами воспихнуть и ветка его смахнет и она плывет поэтому всегда я должен его чувствовать хотя бы пальцем там прижать его стопой как-то вот ну короче надо контролировать вообще все вещи которые лежат на доске должны каким-либо образом быть закреплены обязательно иначе все вот на таких речках все теряется незаметно вот и леша стоило это всегда держу удочку если нужно какой-то маневр сделать я вот так вот прям не выпуская удочки сделать когда я ловлю когда я кидаю так просто плечо кладу делаю забросить тут у нас вроде какой рыбалки охота вот давай поймали шутку не докину давай чтобы они все полетели боятся в общем весло я делаю кстати намного выше чем я грибу обычно чтобы можно было ему маневрировать то есть я прямо совсем вытянутое руку чтобы можно было там дотянуться куда-нибудь и вот и когда вот так вот на ключе лежит можно было как нужно учиться делать у нас есть на эту тему ролик на ю тубе как грести одной рукой на то что можно подробно посмотреть но ну давай полетели все вместе ленивые такой оконник уже посерьезней взял то вообще как будто это листик какой-то зацепил вообще нежненько нежненько так это люлику пойдет коту моему любимому конечно там вот где берет окунь там бы еще разок закинуть там может быть и стайка стоять у меня уже снесло и туда уже подтаскивает лёшу ему достанется я постоянно слышу как лишь там ругается него ему с высоты очень хорошо видно кто как выскакивает атакует блесну горит такие здоровые тени аж страшную а мне это все не очень видно поэтому я не так сильно нервничаю лёша там большого окна поймал наконец-то у меня кушок клюнул я думал что все это без рыбы сегодня буду кстати вот сильное течение шумит перекатик а никакие коря ничего не нужно можно просто вот наехать на траву стать тут ловить слез с доски здесь такой вот перекатик плесик хороший здесь всегда хорошая рыба ловит лёша щук здесь больших ловил у меня всегда какие-то галочки окуньки здесь язык ливали и вот сейчас стою настала моя очередь пугаться потому что я ногами поднял муть и такая струя муки идет на нее сразу мелочь какая-то кидается и вот в метре от меня под моими ногами ходит килограммовый голавль и не один и вот прям наш мурашки какая-то мелочь ухтых сошел кто-то сошел а какая-то мелочь мне делает пилинг в ногах щекочек пальцы кусать кто-то хороший сошел может быть даже ну не килограммовый нет был поменьше ну кто-то хороший был ладно дождемся я только плыл вперед у меня тут сразу кто-то о серёга вот это красавец вот я такого давно хотел вот это головчик голавль голавль как ты хотел наверно да 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 за жабры за жабры его такой всплеск был я думал лёха упал ничего вот вот это мой был лёш вот такого голавля я давно хотел поймать какой красавец вообще дожди я поближе подъеду ты его гнал да давно ну да наверно уж уганули сюда прикал да да вот такой вот красавец ну ваще огонь и прям оранжевые плавники жаль что он невкусный ты его готовить не умеешь у меня любимая рыба голавль голавля прям очень у него такое нежное классное мясо подожди сними меня с головой голавль с головой дождите сейчас это давай кукан он ты подожди не снимается он это разговаривает кря кря говорит ты точно не утка лёгий туши дал нутки крякают и я думаю сейчас как бы сейчас на тебе это подожди давай не давай сначала лишь так все тебе спасибо за рыбу я поехал красиво смотрится вот это рыбалка я понимаю все где там тоже поклевка вообще какая-то а шуточку выворачивает щука замечательная тихо спокойно мы хорош да вот я обратил внимание щука всегда под доску уходит когда это бьется ни в коем случае нельзя пальцами впасть влазить не зевник тоже специальный инструмент который пастер сжимает но он далеко за ним лезть надо вот здесь дата еще в том что что ж такое творится то окунь лёха там тягает еще монстров тоже окунь вообще гигант блин как вот серого еще не успел снять щучку я уплыл вперед и тут окунь смотрите какой красавец горбатый вот такая штука называется зевник то есть вот заводишь пасть отпускаешь он ее разжимает вот и теперь можно доставать блесну так блесну достали зевник вынимаем вставляем здесь далеко же не лазить рыбу за борт теперь у себя рыбаком чувства теперь пожалуй после такой мощной поклевки причем чуть-чуть расскажу сейчас на что мы ловим коль уж вынужденная пауза у меня в ревочку сцепился ой мы блесенки вот такие вот аглин мэпс лонг нулевочка ну кто-то их окуневыми называет лесочка у меня 0 15 без поводка вертлюжок с карабинчиком стоит чтобы не закручивалась леска вот так блесна лучше работает как бы играет лучше вот и но это одна из моих самых любимых блесен вот это единственное что я покупаю магазин все остальное мы снимаем с кустов на кустах вот такие вот блесну почему-то не висят ну мало кто на них ловит вот блесна маленькая легенькая вот но сами видели вот по килограмм-полтора щуки головли клюют спиннинги у нас значит ультралайт но конкретно вот этот вот полтора метровый тест у него 2-7 грамма вот блесенка как раз где-то вот полтора-два грамм как раз она есть а точно помню сложно далеко закинуть здесь далеко не надо на такой речке в общем вот такие короткие спиннинги самый короткий меня был метр тридцать спиннинг ну благополучно утонул не я его топил сразу скажу я два раза топил спиннинги и оба раза благополучно их доставал один раз у меня месяц 32 дня если быть точным спиннинг пролежал на дне поймал его тем же способом что и утопил то есть с воды как-то я рассказываю историю и второй раз неделю у меня спиннинг пролежал на дне запомнил место просто приехал тоже другим спиннингом большим треником поднялся одна катушку перебрал и все хорошо все работает а кстати вот тот который месяц вот это вот именно вот этот спиннинг который месяц у меня пролежал на коломенке под водой вот вот на него таких вот рыб до сих пор ловлю при выборе размера пинга чего надо учитывать то чтобы он был совместима с саповой снарягой вот у меня есть такой чехольчик под весло это гладиаторский и вот этот вот спиннинг в разобранном виде сюда идеально ложится мы все время путешествия на стопе обнаружили такую штуку вот этот вот элемент самый который ломучий у спиннинга идеально влазит весло нужно только вот последнее колечко когда там буквально на 5 миллиметров подогнуть не в ту лету за короче куда влазить туда и нужно засунуть другой стороны стороны до в общем он в лес и все но самая самая тонкая штука надо кончик отломить и тогда все влезет ну короче для транспортировки как мини тубус чехольчик хорошо влазит что сейчас буду делать вот после поклевки такого монстра тем больше что я ловил без поводка вот тут вот прям вот видно на леске она посечена прям задиры этот кусок надо вырезать выбрасывать потому что он это слабое место это вместе уже порвется даже небольшая рыба клюнет или просто за что-то за траву зацепиться леска порвется вот с поводком конечно лучше с поводком ловить вот таких вот так и такая может клюнет и с поводком мелкая рыба боится особенно пугливый типа головля с поводком не берет она очень чувствует вот как поводок убираешь сразу поклевки возрастают прям количество в несколько раз ну сейчас буду перевязывать блесну духа там уже уплыл вперед все все рыбу выловит там без меня правда вся рыба-то она у меня уже ай ну что за прелесть блин как я сейчас прям отдохнул сейчас вот увидел что вот с дерева падают листочки и окошки кидаются перво на них закинул и сразу первая же поклевочка кусочек симпатичный забыл еще рассказать про катушку катушка вот тысячной серии то есть тоже маленькая намотка у меня где-то там порядка 50 метров всего лески идет повторюсь больше не нужно если очень много намотать она со шпулею бородой слетает запасной спиннинг с собой вожу на всякий случай но этот у меня метр семьдесят он там уже с поводком это больше для большой реки большим спиннингом неудобно делать вот эти вот кистевые вот такие вот заброс когда ты работаешь только одной кистью тебе надо куда-то под кустик закинуть вот так вот причем движение очень напоминает как будто вы камушек хотите вот эти как они называются когда вот блинчики до запустить точно так же примерно даже вот пальцем также подкручивают когда камушек там или ракушку которые вы запускаете также вот пальцем спиннинг направляется то есть и чем красота и прелесть вот этих вот ультралайтовых снастей вы чувствуете вообще мельчайшие изменения в поведении блесны то есть цепанули вы травинку какой-то листик любую поклевку чувствуете ну и борьба рыбы там с ладошку окушок и спротивляется так прям адреналиновое удовольствие получаете ну а когда вот такая учуку клюет там только бы спиннинг не сломала ну вот леска выдерживает так что попробуйте учитесь главное научиться точно кидать и снимать с кустов на кустах будет будет через раз блесна мы за рыбалку который нас длится там внутри четыре часа светок блесны снимаем я не знаю ну блин 30-40 раз наверно вылетает блесна то есть в пустые то есть это обычное дело просто надо научиться как грамотно это делать вот за сегодня мы еще не потеряли ни одной блесны ну лёша в самом начале только но это не считается это изначально видимо когда утонного кси щуку вываживал вот так же вот она там подсекла что-то ну короче надо было переделать ну кто же будет в этой суматохе как-то переполнять и дали вспоминать про то что надо было что-то там перевязать ну ничего это тоже не страшно запас блесен есть я недавно затарился блесна кстати вот эти очень дорогие они в три раза стоят дороже чем аналогичные какая-то там но мэймовая но почему-то клюет на фирменные лучше она работает совершенно по-другому то ли балансировку не и совершенно другая но тем не менее вот я не жалею что он за такую вот эти флюшку я отдал 290 рублей за одну штучку давишь тоже кушки стоят прям увидел что стоят ой это не кушелка это головчик тоже хороший такой взял я видел вот включил камеру забросил ходит не головы кто такой какой-то этот язык головы тут такой малышок схватил так бурно и расти чередаю серёги поклевка причем стою вот тут окунище видишь я говорю стоя лучше клюет больше рыба вот это вот у меня такое же окунище ну слушайте я не знаю я сейчас читаю книжку которую нам подарили там вот про таких окуни был написано я когда читал я весь прям вот не знаю ну вот не прям слов нету вот мечты сбывается меня не на меня наверное одна из самых результативных рыбалок за всю жизнь да а у нас вот она вот она тут она все какой красавчик а что за прелесть чем у нас на течение ловим и оба серёгой что серёга что я стоим на досках задом наперёд потому что если доску поставить на течение носа вперед она практически не сносится она стоит такая как это как серфиш получается на воде течение идет а и ты можешь спокойно ловить пробрасывать все такое ощущение что наша рыбалка вокруг вороны не прям разговаривают комментируют да вот все впереди идет огромная стая уток они также как-то дрейфует по течению периодически подпускают очень очень близко к себе потом с таким грохотом взлетают пугает на всю рыбу вот там вот на бревнях утка сидит она сейчас вот слезла в воду поплыва сейчас наверно взлетит утки видимо выводка этого года еще не очень боятся поэтому пускают очень близко жерех большой жерех залюбовался на какую-то дурацкую утку такого жереха проворонил чертовы утки меня сейчас вот затащила в расческу я боролся с течением и блесна вот была просто в воде поймал от этого окушка как на мормышку еще один самый популярный вопрос под видео как добирались и как оставляли машину серёга сюда приехал высадил меня на старте вот сюда на машине там и тут вот мне машин стоит за этими кустами до приехал на машине и пришел туда на старт пешком здесь идти 17-20 минут пешком пока я ночью лёшу выгрузил пока я переезжал и шел пешком лишь за это время оснастил доски плавниками перенес их там под мост ночью подготовил все к тому чтобы стартовать и как раз в общем вся перегонка на этом маршруте занимает 20 минут 3 минуты ехать и 17 минут пешком целый день рыбалки и целый день рыбалки да но сразу хочу сказать вот не надо сюда ломиться толпами в каждой руке по спингу сегодня очень удачливый день это наш самый любимый и можно сказать почти единственный но не единственный один из нем немногих но наиболее чаще нами посещаемый маршрут именно для рыбалки и вот такой на нем впервые то есть просто повезло с погодой с прозрачностью воды с уровнем воды с тем что аппетит был рыбы и ну короче просто везение можете приехать попробовать получится классно кстати и застряните до завалов весь завалов здесь очень много завал надо уметь преодолевать еще и с удочкой и гребя одним веслом вот и хочу сказать что если есть под боком маленькая речка попробуйте там обязательно там рыба будет потому что полетели как ты хотел вот потому что на любой маленькой речке обязательно есть рыба ее видно и она наверняка будет клевать смотрите я еще хочу таким советом когда гребете на доске со спиннингом всегда его убирайте под резиночку чтобы она так не лежал потому что копа и вот так вот он свалился и когда не водитель да и никогда не кладите его сзади он должен всегда быть перед вами потому что если вы положили спиннинг сзади буквально на минуту вы его утопили и всегда следите чтобы кончик спиннинга вот так вот не торчал за доску то есть вы резиночкой выбрали он так вот торчит он первой же веточки вот так вот зацепиться и сломается и плюс ко всему вы даже сами веслом можете не заметите сломать я вот так ломал спиннинги причем причем мои спиннинги лома да выньте меня пожалуйста то я не могу меня тут это трофеев полна доска таких вот и вот и он таких вот 10 по полной затарился лов то что было мою отчетная вот такой же блин зараза убежал я снял с крючка все выскочил вы прыг-прыг-прыг и все так это котятам они больших есть не могут но котенку мне осталось я поменьше ну тут поделки хорош красивые окуни у меня будет очень вкусный ужин и очень вкусный ужин будет у котята да ну и у и 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